всех приветствую с вами я веган христолюб это видео инструкция моего одного из моих каналов под названием христолюб проповеди выпивающего в пустыне вегана так он называется более подробно о том кто я такой как живу чем живу вы можете узнать на моем первом или основном канале так он называется одноименно христолюб веган есть здесь и плейлист соответствующий называется христолюб и себе и своей жизни во христе иисусе ссылку добавлю и в подсказках верху в первом закрепленном комментарии в описании к ролику будут будет ссылка на этот канал ну или на плейлист о себе там уже почти 70 видео но там также можете посмотреть просто первое видео анонс ну и хотя бы первый там 7 10 роликов вам все сразу станет понятно кто я что я и о чем я ну а сегодняшнее видео это как я уже сказал это обзор или инструкция канала христолюб проповеди выпивающего в пустыне вегана любой канал на ю тубе в принципе имеет шаблонную форму ну я вам кратенько все равно скажу как она выглядит на главной странице youtube на главной странице канала всегда можно сделать разделы они автором выбираются по желанию он их как-то сам обзывает и сам как-то формирует из тех плейлистов которые у него есть или может сделать какие-то внешние ссылки на как вы видите вот у меня внизу есть ссылки там остальные мои каналы есть ссылки на плейлисты соответствующие с этих каналов ну и все разделы все плейлисты можно сгруппировать по некоторым разделам чтобы еще было более понятно да эти же самые разделы которые формируются на главной странице все они потом отражаются можно конечно же перейти если идти слева направо у нас по экрану можно посмотреть кликнуть на вкладку видео и увидеть все видео которые есть у автора на канала но так как на канале я уже но на ю тубе достаточно давно около шести лет видео очень много и смотреть их просто вот так вот сплошняком конечно неудобно для этого я общем-то и делаю эту инструкцию чтобы было понятно где что и и зачем дальше идет вкладка плейлисты и вот как раз в этой вкладке вы видите что есть такое раскрывающееся меню все плейлисты и все что ты сделал автор сделал на главные сделал разделы в которые плейлисты разгруппировал здесь отображаются они тоже как меню такое всплывающее я разделил все свои ролики по плейлистам да а плейлисты сгруппировал в разделы и вот первые две крупные разделы это проповеди по годам и и проповеди по темам потом идет бытие сущность закона счастливой жизни иисус христос церковь библия религия веганство любовь к апокалипсис откровения на богослов последние времена ну в общем то и все youtube ограничивает их количество хотя у меня там запас небольшой есть еще но пока вот так вот естественно прокручивая просто вы все эти увидите разделы да по ним можно кликать плюс этих разделов что в принципе ими тоже можно делиться то есть можно навести на каждый раздел праве клавиши мыши по вас по моему не видно это всплывающее меню от windows сюда и всегда можно скопировать ссылку ну или можно в адресной строке вверху тоже браузера всегда сделать скопировать ссылку уже открывшегося раздела и это же поделиться то есть вы тогда делитесь не на один плейлист она группу плейлистов это тоже может быть кому-то очень удобно ну а мы с вами давайте все таки ну первую группу тут ничего я прям буду вот как раз вам по разделам кликать вы все увидите то есть вот проповеди по годам да у нас первый идет раздел то есть мы по нему кликаем и открывается вот соответственно этот раздел да ну и тут вы видите то есть у меня ну на ю тубе я раньше чем здесь канал я этот открыл со временем сначала начинал я там с бесед потом библию потихонечку стал читать и потом перешел на проповеди у меня тут семнадцатого года начинается ну тоже уже пять лет даже по этим видно то есть видно деление можно 17 это там захвачен даже шестнадцатый год просто не стал под шестнадцатый год отдельно плейли сделать там всего несколько роликов и вот пожалуйста 16 18 19 20 21 22 есть плейлист с полным собранием то есть где я собираю то есть вы видите на моем с этом канале на данный момент около доходит до 500 роликов но опять же удобство плейлиста в отличие от вот этой вкладке видео в том что когда вы включаете видео вам надо долистывать до самого начала канала хотите с первого ролика посмотреть а плюс этого плейлиста проповеди вегана христолюбц полное собрание в том что вы когда по нему кликнуть и у вас с первых когда-то записаны проповеди пойдет вниз если вы смотрите последовательно то вам не надо каждый раз открывать канал там и и и в кого вкладке видео до до низа докручивать чтобы там искать это видео ну естественно поделиться можно этим плейлистом можно к себе на канал добавить вот но опять же если чтобы не запутываться действительно по годам тоже я разделил не просто так это тоже имеет свой плюс вы можете начать там семнадцатого года включили все таки там не так как в одном 500 да вы где-то забыли запутались он загружен возможно и на youtube даже подгружается дольше да можно по годам смотреть но это так для удобства для себя решил тоже разбить может быть кому-то будет как-то это все таки тоже удобно но а такая если более мелкие темы мы с не будем разбирать я мы просто анонсировал а переходим мы на раздел по темам в принципе он по сути его можно назвать зеркальным разделу просто встроенному уже разделу просто плейлисты все плейлисты вот на ю тубе да его видно что он тут есть но вот сам верху но все плейлисты в версии youtube это просто все что ты делал да и он просто их в своем порядке случайном выставлять до в чем разница раздела который создает лично автор проповедь по темам ты их как-то сам формируешь группируешь передвигаешь это все-таки тоже важное имеет место быть и давайте я кратко постараюсь анонсировать все плейлисты я здесь прям буду показывать так образно разделы на которые такие боль большие тем вот которые поделил и показывать какие в них плейлисты о чем конкретно play лист на самом деле вы знаете в жизни каждого человека не так много тем с которыми надо разобраться чтобы познать истину и обрести благо бытие счастливую жизнь основные темы все у меня на канале есть вы их найдете давайте я уже приступлю и буду анонсировать то есть но первый плейлист здесь я тоже естественно в этом разделе добавил это все проповеди полное собрание затем идет библия казалось бы почему она на первом месте ну так я решил потому что библия за ней идет история два плейлиста да в принципе библия прежде всего это историческая книга это в принципе любой низ не так не до конца фанать а фанатевший религиозный человек вам в принципе скажет именно то же самое да что библия прежде всего историческая книга она признается всем мировым сообществом как бы к никто не относился там можно верить в те события которые там описаны и как и кто их переводил переписывал до перетолковывал но все-таки это такая же историческая книга это исторические документы хотите да то читаешь как и другие древние какие-то рукописи свитки да вот поэтому библия и вот история вообще отношение к историк историческим событиям в том числе бумажным к словесному как угодно передаванию этой истории поэтому этот плейлист когда-то у меня был в самом низу может как новой концовке вот я решил их вверх поднять и как бы это начало история от начала да человек всегда думает об этом конечно библия плейлистом он почти 40 видео там не просто библия рассматриваешь как историческая книга конечно там даю именно рассказывая библии о том как не относиться какие читать да то есть там более уже глубоко как человек в как самка христианин рассказываю то есть конечно там более углубленное не такое внешнее прочти даже так скажем говорение о библии дам вот эти какие-то видео вот то есть но это особенно это будет интерес конечно христианам не христианам уж нет ну к истории кстати будет интересно тем кто христианство не имеет никакого отношения так скажем не относит себя дальше идет плейлист бытие бог человек сюда знаете тут сюда слов можно много каких перечислить это и вселенная мироздания время вечность видимая невидимая сущность бытия все что вот вы что-то такое слышали вот ролики связаны с чем-то с этим мироустройство как что круглая планета или квадратная вот все в этом ролике вот в этом плейлисте дальше вечная жизнь вечная жизнь бессмертие воскресенье тоже все что с этими словами связано с этими пониманиями все в этом плейлисте дальше реинкарнация то есть реинкарнации вечная жизнь опять так тоже такой мини разделчик можно группировать очень важно причем очень важно для христиан разобраться с этим вопросом существует она и нет что такое а чё нам она говорит это очень важно каждому христианину с этими понятиями разобраться дальше идем с свобода по плоти и по духу человека до человеческая свобода свободному ли по телу до свободны ли мы по духу избирать между добром и злом такой очень важный вопрос свободы свобода выбора свобода личности свобода тела наиважнейший вопрос в жизни его понять дальше бог есть любовь но попускает зло страдания скорби несчастье вообще бог добрый или злой может есть два бога один добрый один злой все вот в этом плейлисте вы найдете следующие да так как бог может быть плохой если есть скорби страдания там в этом плейлисте все собрано и страдания животных если бог есть любовь то откуда страдания неважно животных детей там любит людей каких-то больных там или еще что-то да откуда все войны откуда все катаклизмы все в этом ну и следующий плейлист я так и видео собрал плейлист это страх раб или гнев божий все эти понятия людям особенно религиозным как их называют они известны да то есть страх божий но я ведь как через дефисы сделал то есть страх божий раб божий гнев божий есть такие понятия да вот то есть все там вот кого интересуют эти вопросы вы найдете дальше после мироздания это все как видите такие сущностные вопросы теория да дальше идет уже больше практика начинается теории поизучали этот тот вот по сути то что я вам все перечислил от есть тут большой раздел бытие который я сделал если вы там в плейлистах выберите или на главный вы увидите кликните вы увидите только вот эти плейлисты вот ну и переходная тут конечно все знаете одно в другое переливается порой грани в мире очень тяжело поставить вот поэтому в принципе вот эти два ролика греха грех падения в том разделе но они уже такие переходящие плейлист соответственно грех падения рассказывает нам о первом грехе адама и евы что случилось как почему зачем какие следствия что происходит после этого больные ли люди в современном мире этим грех падением и и все последствия от этого грех падения отражают нас нет все этом плейлисте дальше соответственно близкой по теме по сути опять такие такие сдвоенные маленькие разделе чеки потому что очень близкий темы просто грех уже что дальше да какие грехи бывают смертные несмертные да как угодно в общем все что такое грех вообще понятие да можно лежать и не грешить все вы вот тут вот найдете в этом плейлисте дальше я все-таки выделил в отдельный тоже это истина сам я себя позиционирую как проповедником истины это любви и свободы и бессмертия но здесь я выделил чтобы знаете вообще для меня истина и христианство в принципе равные понятия но опять же христианство не то религиозное которое всем вокруг нам видим а свободное во христе вероучение так скажем о любви и свободе бессмертина соответственно жизнь поэтому по и поэтому мировоззрением вот но я все-таки не зря на картинке увидите даже там первый значок это истинный в принципе там изображен иисус христос некоторые картинки да вот но кого абстрактно пока интересует кто с христианством может как только нащупывает и лечит вот начните с этого что естественно известный вопрос пилат иисус христу до риторически правда тогда был вопросом не стал слушать они ответ вот вас возможно этот плейлист в начале подойдет больше дальше вот как раз идет такой блок но в принципе я он туда и входит этот плейлист истина это иисус все что там церковь все что с этим связано уже да то есть мы переходим в принципе он так и назван христианство то есть кто христиане неважно каким культом религии вы относитесь если вы попали на мой канал его вас заинтересовало вы хотите посмотреть видео мои то вот идем дальше да первый плейлист иисус христос бог любовь во плоти многие христиане что вопрос ответ на вопрос кто такой иисус сын божий пророк бог любовь одна ипостась из три единого бога воплотившийся все эти вопросы все эти видео в этом плейлисте дальше христианство уже конкретно если там просто об иисусе непосредственно да то есть христианство об учителе об основоположнике ну сразу могу оговориться я этого не стыжусь не стесняюсь наоборот проповедую я верю что иисус это бог реально бог являвшийся во плоти и доказавший что я как и все мы вы кто смотрит это видео созданной но не только кто никто и не смотрит созданы по образу и подобию бога и и бог воплотившись так скажем хотя он всегда был в этой плоти лишь убедил меня в том что первой главы книги бытия том шаг создан по образу и подобие бога абсолютно истинный не не образны не символьные а абсолютно реальны вот поэтому ну а дальше по сути жизнеучения жизнь на земле по сути первый этот плейлист иисус христос бог любовь во плоти такой да и его бытие вне земной жизни мы пытаемся туда залезть да а уже христианство жизни учения иисуса христа это речь уже о земном да то есть как здесь все это было на ли сам большой плейлист 112 роликов ну сами понимаете как христианин это самые важные вопросы вот там жизнь и учение иисуса христа это вот прям суть христианства и суть христианство как я только не хотел назвать суть жизни ученицу с христа то есть все что связано с христианством с жизни учения иисуса христа но Соответственно, всех его, по идее, должно быть последователей, учеников, как хотите. Здесь вы все найдете. В отдельный все-таки выделил жертву Христову, искупительную жертву Христа. Кто и как только не называет. Символ Христа и распятия. Все, что связано. Мы проповедуем, христиане настоящие, Христа, распятого и воскресшего. То есть, любовь и бессмертие, и свободу, так как он добровольный. Пришел, и явил нам любовь, и ушел, оставив нам свободу жить по его примеру жизни и учению, которое нам осталось. Я постарался минимум, несмотря на то, что некоторые ролики у меня достаточно, знаете, бывает одно видео за другое цепляется. Но все-таки, видите, у меня сначала было на канале не так много плейлистов. Но вот буквально недавно я решил все. Еще так, как говорил некий Павел Дуров, основатель Телеграма, да, что сначала надо немножко, чтобы что-то творить, надо сначала немножко хаоса привнести. И потом этот хаос упорядочить. Пришло достаточно много времени с последнего моего инструкции. Вот и пришло время все-таки темы немножко раздробить. Хотя я сторонник, как видите, такого глубокого изучения конкретного, да. Вот, но все равно, чтобы и можно было делиться легче, людям изучать. Вот, несмотря на то, что взаимосвязаны бывают вещи некоторые, ну, что-то пришлось поделить. Вот, потому что вы все равно можете последовательно посмотреть сначала один плейлист, потом другой. Редкие ролики я оставил где-то дубляжами в разных плейлистах. Ну, вот, вроде бы близких по темах. Потому что он и туда, и туда. Бывает невозможно это разорвать. И все равно, вы знаете, о той же самой истине. Где я говорю о любви, там я все равно скажу и о свободе, и о вечной жизни. Где я говорю о вечной жизни, все равно я скажу о любви и свободе. Где я говорю об истине, я вообще сразу всегда уж точно обо всем говорю, да. Что есть истина. Но у нас жизнь, с одной стороны, она простая. С другой стороны, бывает очень разнообразная. Как говорят, сложная, да. Она просто разнообразная, да. Жизнедеятельность человека, в частности, мироздания. Поэтому как бы все-таки выделил, такая тоже очень важная тема, выделил в отдельный. Как и в отдельный плейлист, причем там немало видео, это тело Бога Иисуса Христа, его плоть и кровь, причастие, обожествление через вкушение его тела и крови. Кто христианин знает этот вопрос, здесь он под 30 видео за все время. Каждый раз от темы, с какой только стороны не касались, и в писаниях сколько мест, все там разобрано. Кого интересует этот вопрос, милости прошу, вы там все узнаете. Следующий плейлист, все из этой же христианской темы. Церковь, дом Божий, храм, собрание верных, любовь. Тут не совсем видно все полные названия, любовь к единоверцам. Любовь или обличение, ну как проявляется любовь, похвалы, благодарения или наоборот поругания. Все вы найдете в этом плейлисте. Кого интересует вопрос церкви Христовой, и наоборот антихристов, так скажем. Все вы здесь найдете. Дальше в отдельный ролик уже идет как бы, знаете, как есть Евангелие, кто знает жизнь и ученица Христа. Есть деяния и послания апостолов. Мы уже потихоньку переходим поближе к нам. Там теория, а вот мы-то кто с вами? Крещение после покаяния. То есть крещение, покаяние, это вообще все в одном должно быть. Я их даже делить уже не стал. Я так и назвал плейлист «Крещение после покаяния». Потому что если ты реально обещаешься Богу доброй совестью, жить свято, непорочно в любви ко всему мирозданию, естественно, проходит только после покаяния. То есть решение так жить. Рождение свыше, рождение Духа Святого, крещение огнем. Все, что с этими вопросами связано, вы здесь найдете. Дары, иные языки, все, что связано с дарами того же самого во время крещения. Что там происходит, кто в теме, тот поймет. Вам этот плейлист в помощь. Дальше идем с вами. Молитва. У меня не так много, но я в свое время добавлю немножко еще роликов о молитве. Ну, так тоже уже есть, там 7 видео, посмотрите. Я за столько лет так мало уделял внимания этим роликам. Как видите, у меня много с одной стороны. Но по молитве вот так вот. Дальше идет целый, опять такой, пласт. Это «Любовь к…». Помните, я его так там как бы и назвал. Разные сердечки. Если можно раздел такой выбрать. Первое. Любовь к Богу. Любовь к Богу, поклонение Богу, служение Богу. Все, что вы слышите, вот такие вот выражения, все здесь. А как же любить Бога? Да, у нас очень любят любовь к Богу, забывая вообще о том, что Бог-то и есть всячески во всем. Бог все это создал. И любят все вокруг себя мироздание. Ты любишь Богу. Да. Это очень важно. Да, и вот с этого, как бы, с момента и начинается весь этот раздел большой. Дальше плейлист «Любовь к любящему». И дальше у меня идет такие мини-три раздела. Я всегда делю, хоть грубо, конечно. Порой у нас все пересекается. Иисус говорил, что даже домашние наши враги бывают, да. Но я поделил на такие три основные. Я когда проповедую, так и говорю. Любовь к любящим. Даже сам Иисус так делил. Любовь к ближнему. И по притче Иисуса, это любой человек на пути твоей жизни встречающийся, да. И любовь к врагам. Своим личным народу, церкви, отечеству, к предателям, да. Это все вот там вот, вот. Я хоть их и разделил, так я говорю. Есть некоторые моменты пересекающиеся, конечно. Я говорю, у нас родной человек может быть врагом. Иисус так и говорил, что да. И близкие могут быть вам врагами. Но все-таки поделили, да. Вот я их так и поэтому назвал. Первый идет, ну естественно, с чего начинается. Был один человек, он превращается в двух, да. Бог так делает, в мужчину и женщину. Вот первый плейлист, так и называется. Любовь к любящим. Мужчина и женщина. Ну и там много чего. Брак, отношения, семья. Ну и семья тут еще... Ну и семья можно, потому что семью подразумевает, когда ребенок, да. Во-первых, сотворение. Я не стал... Я хоть там продублировал. Это в бытие тоже есть. Я не мог этот ролик. Есть один у меня большой ролик о сотворении мужчины и женщины. Как из одного человека, не мужчины, а человека, был... Бог разделил горизонтально, не вертикально, а горизонтально. Да, на двух человеков, мужчину и женщину, да. Там это видео есть. Сейчас надо разобраться вообще, как появились люди, мужчина и женщина. Но я говорю про дублировал. Вот редкие есть ролики, которые задублированы в разных плейлистах. Но вы знаете, такие вещи, даже если вы по два раза пересмотрите, я думаю, лишним не будет. Вот. И все, что касается потом отношения мужчины и женщины. Здесь пока нет детей, да. Убираем как семью. Вот брак, есть такое понятие, да. Будет у меня ролик, еще нету. Брак по... Семья... Как там я его назвал-то? Короче, брак по определению, да. Не зря такое слово. Вот, короче, все, что связано с отношениями, с сексом, с мужчиной и женщиной. Вот это все в этом плейлисте. Дальше уже, как бы, я развиваю тему, да. Ведь от мужчины и женщины появляются дети. Поэтому я и пишу. Любовь к любящим детям, да. Там все на примере. Пока там два видео будет больше, я просто эту тему... Вообще, я тему семьи за шесть лет на Ютубе практически не трогал, обходил стороной. Я собираюсь в ближайшее время этим заняться. Поэтому плейлисты уже все есть. Я туда добавил некоторые видео с канала... У меня есть канал чтения Библии и иных писаний. О нем я в конце просто кратко скажу, анонсирую и все. Вот. И оттуда просто из чтения Евангелия просто добавил пока. Но у меня будет вот здесь, конечно же, на этом канале видео в свободе слова, как я говорю, проповеди. Вот на эти все темы видео будет больше, но тоже ненамного. Не все там сложно, да. На самом деле, как люди все усложняют сами. Вот. Поэтому любовь к любящим детям. У Иисуса детей не было, поэтому примеров-то там тоже мало будет, да. Точнее, вообще не будет. Ну, только слова, да. Мы сможем некоторые разобрать. Вот. Поэтому мы будем, конечно, ссылаться и на Евангелие, я буду в свободе слова. И своими словами говорить все это. Дальше идет, соответственно, раз есть дети, появились, любовь к родителям. Как она должна быть, да. Правильная. К любящим, к нелюбящим. Что такое почитать отца и мать, да. Мы все будем на примере. Тут уже мы на примере Иисуса сможем увидеть в Евангелии, которое до нас сколько дошло. Как он относился к своим маме, папе, так скажем, по плоти, да. Ну, и вот поговорим о таких вещах. К друзьям. Друзьям, сработникам, ученикам, даже как учитель к ученикам. Все-таки у настоящего учителя, у ученики не просто какие-то рабы, а именно друзья, да. Будем, естественно, на Иисуса смотреть и сами рассуждать. Дальше идет уже такой блок. И, как видите, я даже сердечками отделил. Здесь сделал, там, желтые сердечки. Дальше идет блок. У нас любовь к ближнему. Такой тоже раздел. То есть, ближний, как я еще раз вам скажу, да, по пониманию, так скажем, Иисуса, и в моем понимании, это любовь, так скажем, ну, если любящие, это какие-то, это люди, которые нам что-то сделают. Кто такие любящие нас? Любовь проявляется в делах. То есть, это те люди, которые какое-то добро нам делали в жизни. Кто такой ближний? По притче Иисуса стало понятно, по крайней мере, когда он говорит о ближнем, о любви к ближнему, что это какой-то человек тебе незнакомый, ничего тебе не сделавший. Да, он, может, тебе и плохого ничего не сделал, но он тебе и хорошего ничего не сделал. Вот любовь-то к этому ближнему, к незнакомым, как мы должны к людям проявлять, да, кто наш ближний, помимо людей, поэтому делятся на три группы, так скажем, любовь к ближнему, это к людям, к животным, к животному миру и к растительному миру, да, то есть все эти любовь, любовь и проявление любви мы рассматриваем. В частности, любовь к животным в нехристианском мире, так скажем, в общем мировом понятии называется словом веган. Веганство, да, это проявление, это движение или учение, мировоззрение и жизнь человека, того, кто всячески отрицается от творения всякого зла животным, вплоть до убийства, да, и наоборот, сколько может защищать и творит им благо. На моем канале я разделил даже тему веганства, сейчас я почищу, тему веганства на четыре плейлиста, первый из них называется «Веган по сердцу», в котором я собрал все видео на ютубе, какие есть, какие мне нравились, попадались по теме веганства, где меня нету, да, то есть там лекции, проповеди, выступления, клипы, фильмы, документальные, художественные, все, что касается темы веганства, но где нет меня, то есть это сборный плейлист, туда я добавляю ролики с ютуба, какие есть по теме веганства. Что касается меня, и следующий, который я рекомендую, этот плейлист я записал «Не веган, потому что». И там больше 30 ответов на вопросы людей, убивающих, эксплуатирующих животных, почему они не хотят быть веганами. Я его сделал по аналогии с некоторым известным проповедником веганства, англичанином Эдом Винтерсом, Эдом Землянином «30 дней, 30 оправданий». Я в такой же форме записал. Всем рекомендую, сразу же разберетесь с этими вопросами. Ну и как христианин, плюс я даже разделил, пришлось разделить два плейлиста, потому что у меня очень получилось за три года такой активной проповеди, да, веганства, тем более с глазами христианина, разбил даже еще, разделил все свои видео на два плейлиста. Это «Веган во Христе» я назвал, или «Проповеди любви ко всему живому». И «Веган по Библии», то есть все места в Библии, начиная от первой главы, где книги бытия Библии, или там берешита еврейской Торы, да, иудейской, то от того, что мир был создан веганским, да, и что человек пал из этого мира. И вот начиная от этого места, заканчивая книгой Откровений, везде, где есть моменты, где ссылаются наоборот, как пытаются оправдать грех убийства, эксплуатации животных. Все в этом плейлисте, кто христианин, кто с этим вопросом хочет разобраться, ну, в принципе, вам два плейлиста, конечно же, в помощь, это и «Веган во Христе», где я в свободе слово все об этом говорю. Ну, конечно же, вспоминаю, безусловно, и библейские места, но я и говорю, как человек, у которого доброе сердце, да, который обязан быть святым по жизни и учению Иисуса Христа. Вот, эти два плейлиста вам откроют глаза на истину, та, которую дьявол просто закрутил людей, и убийство животных, эксплуатация считается в современном обществе от грехопадения людей вообще нормой. Это отвратительно, это ужасно. В принципе, здесь я на сайте сделал отдельную страницу, но здесь я не делал, я не стал разделять любовь к природе, потому что веганство в себя это вмещает. Хотя, если честно, наверное, тоже выделю. Возможно, я сделаю любовь к природе все-таки, вот к ближнему, как... Видите, я здесь даже название не смог продублировать, на сайте у меня там сделано чуть, там просто больше возможностей, так скажем, да. Там я мог называть странички, хочу, там получилась любовь к вегану, просто пересылкой на большую страницу «Христолюб веган», и там все вот это разбито. Здесь я вынужден в рамках, если я буду еще перед каждым плейлистом «Любовь к ближнему», там, «Веган по сердцу», просто, во-первых, это потеряется и не будет видно, да. Вот, возможно, здесь я в плейлистах все-таки выделю еще любовь к растительному миру, к природе, может быть, в отдельной. Вот, хотя все это веганство, ну, не знаю, плюс каши немножко получается, первый плейлист это вообще не мои, потом три мои, но я их поделил немножко, потому что веганство включает эту любовь. Хотя, любовь к человеку, как видите, насколько плейлистов пришлось поделить, там, и к семье, и то семья это одно дело муж-жена, другое дело дети, другое дело родители, да, у кого-то, да, животные, домашняя часть семьи и так далее, да. Вот, здесь очень важны все эти понятия, ну, вот, поделил как мог, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, и так достаточно узко, и, знаете, все темы очень пересекаются, одно без другого. Любовь, она вообще никого, она сама не разделяется, никого ни на что не делит. Ну, и дальше у нас третий такой блок в этом, в разделе любви, это «Любовь к врагам», да, тоже сначала было все в одном, но потом решил все-таки немножко поделить и все-таки разделил, хотя, когда вы поймете истину, познайте, у вас ничего делиться все это не будет. Когда вы раскроете в себе сущность любви, одну, единственную, Бог один и любовь одна, вас просто раскрывает сущность любви, она проявляется по-разному в делах ко всему миру. Одно дело любовь проявить, там, к полотенчику, да, беречь его просто там, аккуратно обращаться, другое дело к животному, тоже аккуратно обращаться, ты его еще гладишь, полотенчик ты не гладишь, да, хотя оно тебя гладит, когда ты не вытираешься. И любовь к врагам и к любящим просто проявляется по-разному в делах, ну, любишь ты всех одинаково, это важно понять, когда вы это поймете, все у вас встанет на свои места. Но я все-таки решил, глядя на видео, поделить их, да, и вот «Любовь к врагам», поделил на «Любовь к врагам», каким у нас есть враги, знаете, просто я почему это еще сделал, в религиозном мире, к сожалению, есть такое дьявольское учение, как, типа, я своих врагов люблю, и против себя я, как бы, да, по заповеди Иисуса, ну, как бы должен многое претерпеть, а по идее все, там, простить, не отомстить, не ответить злом на зло, да, а вот, а вот, а вот враги отечества, там, враги церкви, враги народа, это, извините, да, тут я должен голову отсечь сразу, на костре сжечь, да, или за решетку посадить, это, это лживое дьявольское учение, вот, именно поэтому я все-таки разделил, вот, и здесь я не стал отдельным плейлистом сделать, я просто страницу на сайте сделал отдельную, на сайте я делаю, почему, отдельную страницу, потому что все-таки они лучше ранжируются в поиске, люди ищут более конкретные моменты, вот, хотя здесь, как я уже сказал, возможно, возможно, я еще подроблю и сделаю любовь к врагам предателем, да, и туда вот у меня есть несколько роликов, поцелуй Иуда называется тоже в мире религий, христианства, людям все-таки известно и выражение, вот, ну, в принципе, я его пока, все эти ролики, они в любви к врагам, вот, как видите, уже вот тут вот плейлист, дальше вам показываю, вот, они там, может быть, я в отдельный выделю, может быть и нет, и так два деления достаточно, ну, вот, на этом, на любви, пока все, двигаемся дальше, дальше, дальше у нас идет, это учителя тоже, как разделы, такой, одним большим разделом идет, какие там плейлисты, сейчас давайте почищу, плейлист учителя, наставники, проповедь и апостольство, ну, все, что с этим связано, да, пастыри, священники, как хотите, кардиналы, попы, там, кто угодно, вот, все, что, кто, да, является апостолы, проповедники, все, что с этим связано, пророки, все вот там, какими они должны быть, какими они должны быть, Иисус, конечно, прямо сказал, смотрите на дела человека, ну, дело, слово тоже дело, да, в любом слове, смотрите, он к чему призывает, это ведет к чему, к конечной цели, к благобытию, к счастью, вечности или нет, ну, естественно, этот раздел, у меня все ролики поделились, отдельно все-таки сделал, потому что, надо я в общем, говорю, тоже получил, все-таки я решил тоже, их никуда не раскидаешь, это отдельно, секты, ереси, лжеучения, религии, да, вот, там я бываю в общем, ну, конечно, кому-то достается, и в частности, но бывают-таки общие вопросы, ну, и потом я отдельно поделил по плейлистам, православие, католицизм, протестантизм, православие, католицизм, ничем друг от друга не отличаются, поэтому все, что относится к православию, это католицизм, и все, что католицизм, к православию, у них лишь разная одежка, по сути, они все одинаковые, как все одинаковые, православие, католицизм, протестантизм, аудаизм, ислам, это абсолютно одинаковые религии, абсолютно, у них разная только форма форма и сущность как говорится не поймите правильно у них абсолютно одинаковое абсолютно вы увидите одну заповедь там люби ближнего и ненавидь врага своего и праведность от соблюдения внешних форм религиозных обрядов вот этого всего это их не центральное учение объединяющих абсолютно всех абсолютно всех люби ближнего и ненавидь врага своего и соблюдение якобы богу каких-то нужных там внешних форм это конкретно религии эти формы отличаются но они в сути своей абсолютно одинаковы люби ближнего ненавидь врага своего и соблюдай внешние формы этой религии в которой который ты принадлежишь все вся суть всех этих религий сект но приходится ведь сколько было писать то есть есть у меня православик и лицизм вообще две близняшки их вообще нельзя никуда даже разделять протестантизм следующий иудаизм все то же самое мусульманство ислам коран все тоже самое йога буддизм все что восточная у меня не то что ей просто получился плейлистом в принципе здесь получился не совсем уместно на этом канале просто начинался эта серия видео как видите из 30 роликов плейлист получился я записал целую серию видео йога во христе нехты пугается название йога глазами христианина вернух и почитайте как написано тогда вот начинал с одного комментария вопроса на я разошелся как всегда и записал по сути по книге как хотите по учению восемь шагов йоги восемь ступеней у буддизма практически то же самое то есть по сути достаточно этого плейлиста чтобы понять просто вот ту философию те мировоззрение основные там концепции по вот этим известными восьми шагам восьмеричный путь его еще называет вот это все есть по идее такого формата я пишу на канале христалют библия христалют веган чтение библии иных писаний но тогда я не знал что меня так разопрет я начал один думаю ладно то на три ролика разошелся но потом решил все-таки записать вот этот восьмеричный путь полную полный и как видите он восьмеричный но у меня даже не 8 роликов а потому что каждом в каждом шаге или ступеньки есть еще мини как я на каждой ступеньке там были шашки и мы хоп поднимаемся и вот так вот шли поэтому ну уж он здесь оказался он у меня дубляжом конечно есть на библии в том плане вот также добавлены просто плейлист но ролики все на этом канале поэтому ну и по сути это и есть достаточно этого чтобы понять философию хотя бы познакомиться уж ладно громкость не будем говорить вот с восточными учениями дальше большой блок опять что у нас многими религиозными и христианскими людьми да и не только знаете это эта тема многих кого интересует это по сути блок называется последние времена да ну или уже ближе если книги многим известны такие словосочетания как откровение на богослова или апокалипсис хотя он так называется вот тут больше подходит последние времена апокалипсис или последнее время вот но именно откровение и она и очень часто их до делаются и на нимичными тут я тоже поделил то есть у нас получается сколько тоже пять видео последнее время апокалипсис великой скорбь конец света все что вы хотите вот с этим связано общими понятиями здесь вы познакомитесь дальше у нас идет идет все в хронологической порядке тут тут я конечно вам точно уж строго-настрого так скажем рекомендую все таки эти плейлисты посмотреть вот слева направо 0 как хотите как вы смотрите там до несут хотя я вам не просто так ведь тоже сверху вниз вообще знакомства с тем материалом который у меня по крайней мере на канале я рекомендую вот так хотите сверху вниз хотите слева направо как угодно да вот но уж как конечно есть но здесь у меня выстроены все тоже все плейлисты выстроены так не просто так даже игру самого начала то что я все показываю не зря сделать раздел по темам не так как youtube просто все плейлисты вы зайдете там они вообще в такой анархии они по сути там по моему сделаны по дате создания а здесь конечно когда ты сам автор выставляет тебя есть какая-то определенная цель цепочка ты их выставляешь эту последовательность не просто так с глубокой мыслью да я всегда говорю посмотреть на книгу библии она нам открывает от начала и заканчивает она начинается сотворение земли и неба и заканчивается да вот и последними временами сотворением новой земли и новое небо новым миром о котором нам уже там просто два слова сказано в общем то когда там будем все и узнаем да и вот по сути вся история человечества в этой книге дам пусть свои интерпретации со своими взглядами и так далее вот у меня по сути то же самое если вы потом поймете как у меня выстроены все это по сути вот от а от бытия вот заканчивается всеми этими вещами ну есть плейлисты вот сейчас мы там просто избранные так далее уж куда-то их надо пихнуть но смысл именно был в этом поэтому конечно я рекомендую все последовательно смотреть ну так как вы можете делать конечно параллельно тут же и бытие смотрите о последних временах для разнообразия какие-то ролики интересным конечно так вот по сути и вот это я мед плейлисты 5 по последним временам они выстроены по принципу книги откровения все как там происходит сначала общее как там тоже начинается царство антихриста что книгу откровений как только не рвут на какие только мелкие кусочки ее не 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 раздраконивают да и все там вот так переставляют представлюсь в своих проповедях человек не понимает что там все описано просто последовательно и вырывает кит стихи оттуда применяет уже к сегодняшнем времени хотя на сегодняшний день а сегодня с 24 февраля 2022 года я утверждаю на что мы даже не вошли во время в последние времена в книгу откровения она для нас еще практически закрыта абсолютно поэтому этой листы выстроены прям по книге откровения второе пришествие иисуса христа после антихриста до суд божий над людьми или судилище христова над христианами все что с этими вопросами связано все там есть но и вот как раз это новая земля и новое небо царство небесное так плейлист соответственно и назван вот это основные какие все мысли все плейлисты у меня разделены ролики в них собраны да все вот так на канале есть еще творчество литература искусство культура спорт тоже ну пока 4 ролика это потому что вопрос о татуировках я все-таки решил вынести в отдельный плейлист там 5 роликов и тоже все творчество но все вот связано дальше идет и тоже творчество хрис стихи христианские тут еще написано веганские но я веганские уже в отдельный вынес в общем разделю тоже христианские и беганские ну ради сайт я там делаю здесь же есть плейлисты shorts короткие видео кто знает делается есть вот плейлист я целый канал создал сюда и плейлистом дубляжом с это избранное мне иногда я его начал сначала немного скидывали гали мне помогало потом как-то это ушло у кого и желание можете из моих проповеди кит нарезочки или сами делать или мне присылать я буду делать и на этот канал я добавляю там 200 уже этих на резчиков чтобы они тоже на ю тубе как-то распространялись ну еще старый плейлист я сейчас такой формат уже не виду ответы на вопросы ну тоже там найдете для всего конечно чего-то интересно но вряд ли кто до них уже доберется как видите так много получилось на этом в принципе можно сказать и все давайте дальше пройдемся быстренько по меню просто каналы что может быть вы не в курсе дальше из сообщества вкладка там по посты надо выкладывать каналы каналов у меня вот как вы можете сейчас давайте уж на главную посмотрим или сюда перейдем вот каналы я просто кратко здесь скажу ролик и так уже под час все ссылки не буду давать вы по названиям их видите на экране даже все если захотите найдете мой основной канал как сказал христолюб веган так и называется дальше христолюб веган библия ну я сокращенно звали библии иные писания ну то есть чтение с комментариями библии иных писаний туда зайдете там найдете такой же такую же инструкцию и там все узнаете дальше христолюб веган беседы встречи кто живу или по интернету мы как-то общались на разные темы тоже найдете но есть христолюб вегану желает где есть бытовой жизни как живу там что выращиваю где гуляю снимаю вот такие каналы ну а канале я уже все рассказал и всегда показываю вот видите тут есть такая сейчас вам покажу лупка это поиск по каналу не путайте его вот всегда есть верхний поиск на любом на ю тубе да это по всему ю тубу а на канале есть всегда такой вот частный видите поиск он реально рабочий вы всегда сюда видите можете ввести там вот грех вводим до нажимаете enter и по каналу конкретно автора вам выходит как видите все ролики связаны где есть слово допустим грех там в ролике или даже ведь плейлист вышел первым как раз вам порекомендовал youtube а дальше пошли по сути все видео которые в этот плейлист входит ну или в которых есть в названии и по он даже в описании что-то с этим связано то есть он вам все эти покажут поэтому какие тут вам вопросы это я вам сегодня плейлисты по сути анонсировал да но ведь есть более узкие вопросы на какие вы ищете пробуйте вот через поисковик и вам будет проще по каналу ориентироваться искать по поводу контента теперь я уже сказал что можете там нарезки сами делать на все мои сейчас я почищу на все мои ролики в ю-тубе у меня стоит есть такая лицензия на ю-тубе есть стандартной лицензии с авторскими правами есть средняя есть выше а есть низшие вот у меня включена специально хотя на автомате и у многих стоит стандартная лицензия youtube у меня стоит самая маленькая есть специально выбираю ее надо там в каждом ролике специально ставить лицензия называет creative commons сс она дает право на не то что просто добавлять там ролики в свои плейлисты собирать а именно перезаливать даже эти ролики поэтому с моими контентом истина не принадлежит никому истины который я проповедую есть любовь а соответственно любой бескорыстный ничего не требует и все дает даром поэтому все мои ролики вы можете использовать как угодно чего угодно с ними делай я даже это не раз говорил вот в этом ролике опять публично заявляю даже хейтером или кто-то меня поносит или что-то там вырезает или их их или хочет просто давать даже пусть и аргументированный но там контр комментарии или что-то там на мои ролики собереды вплоть до дохуление я ничего вам не сделаю я никогда не буду жаловаться никогда не буду я максимум что буду это отвечать может быть видео на ваши там какие-то эти да вот хотя я всем всегда говорю пожалуйста можете позвонить можем публичный бесед записать ну кто-то захочет может все равно вот так давать ответ на мои там может быть озвучивать или еще что-то ну или даже уже и были когда меня там куда-то там вставляли хейтили я ничего не делаю я не мщу не делаю людям отвечаю людям на зло даже добро вот я под такими роликами писал да вот ссылка на мой канал этого еретика и сразу почему-то ролик пропадал вот то есть пожалуйста номер ролик может делать чего хотите я даю полное право вот я сделал это через инструменты которые youtube предоставляет то есть лицензия креять в комнате я ее конечно потом можно поменять есть такой люди нехорошие так делают да вот принципе можно поменять только он пожаловаться но я здесь так делать не буду да как павел апостол павел говорил как бы плохо или хорошо слово божье не распространялась да я и тому рад и в любом случае где меня даже в черном свете покажут но это они покажут то но я то не такой и люди может быть заинтересуются услышав все равно перейдет может этот черный пиар еще доброй службы сослужит поэтому я по этому вопросу не парюсь не комплексую и отношусь как я считаю как раз поистине по христиански да я не мщу и наоборот еще добром на эти вещи там отвечу да или просто дам здравый ответ свой на какой-то там хейт или еще что то вот так что вот это по поводу всего контента ну кто подписался уже хорошо кто нет подписывать если заинтересовало все что я сказал становитесь спонсором канала можете видеть кнопочка есть вот потому что я занимаюсь этими проповедями только благодаря тому ну конечно я и сам себя обеспечивал долгое время но бывает в моей жизни ситуация когда я не могу себя обеспечивать могу но я выбираю проповедь истины между каким-то там для себя удовольствием жизни я этому посвятил последние шесть лет своей жизни после того как сам познал истину в полноте да вот это самое важное что в моей жизни после меня останется да вот и вы можете таким образом вообще спонсорство на канал но очень хорошо влияет тоже если появляются спонсоры то есть для алгоритмов youtube все это всегда позитивно это там галочки в их них клеточка что вот есть спонсор что они там вперед всех смотрят и так далее поэтому конечно часть спонсорских спонсорство стоит копейки у меня меня я поставил спонсорство чисто формально за 100 рублей 99 рублей там я поставил вот то есть сами понимаете ну на этом канале кстати сделал три группы там пом 100 что-то я боюсь соврать это потом скажу а тут если я кликну интересно покажется а ну вот на этом канале у меня три виды спонсорство 49 рублей 99 а 49 я сделал 249 и 699 я не помню почему я решил такие цифры то есть вы можете элемента они ничем не отличается я это сделал разделил цену только чисто формально кто-то хочет побольше наоборот да допустим поддержать вот у них на самом деле при при всем что там на ю тубе надо было какие-то сделать разграничение кит фишкам у добавить кому-то убрать я чисто формально там сделал в принципе все спонсоры в одинаковые ситуации да их назвал дорогой родное одно вот как видите 49 рублей все спонсорство вот плюшка единственно картури считает ценой который я сделал который youtube дает возможности вы видите ролики которые я записываю прям сразу после того как я их выкладываю хотя увидите надо могу 35 10 роликов записать наперед выставляю в открытую публикацию я их там через день где-то через два они идут а вы их увидеть уже за день за два за три может даже за месяц уж я могу кто знает когда распирает именно на этот канал я усилия свои все основные забрасываю на экране у вас как раз ролик о спонсорстве тоже посмотрите его но вы когда кликните он вот вас включится просто посмотрите я все то же самое говорю что сейчас вам выкладываю да вот в общем таким образом вы меня тоже поддерживаете чтобы я мог свое служение продолжать это полезно для youtube и у вас маленькие плюшки за это вот и все до часть уходит youtube а знаете youtube и тоже надо жить так что в этом нет ничего плохого ну и вы можете прямо конечно меня поддержать в любом в описании к этому ролику здесь вы канале по моему даже есть мои реквизиты вы можете нет здесь нету здесь я не стал делать в описании канала есть все возможные все реквизиты по которым вы можете меня лично поддержать на данный момент я опять именно завишу от тех кто меня поддерживает вот ну по этому поводу тоже мне есть ролики что и как вот и все час прошел такой вот такой вот видео моем канале моих всех этих творче моих проповедях о том как они поделены как я всегда говорю что посмотрев мои видео вы точно не останетесь прежними это однозначно я убежден что если вы захотите ваше сердце к этому распах на то вы познаете истину это истина сделает вас счастливыми свободными и вечными на этом у меня все я с вами на этом прощаюсь всем желаю полезного назидательного и отрадного просмотра всех вас по-братски я нежно целую крепко обнимаю как уже сказал все я убежден и всем вам желаю познание истины она она даст вам благую счастливую жизнь на благо бытие и на этом все кому нравится мое творчество мое видео мое служение не забывайте если забыли вернитесь поставьте под роликом лайки это очень важно для youtube и всегда делитесь этими роликами в социальных сетях да или на всех ресурсах какие имеете может канала какие там телеграмма уж сайт какие есть свои люди должны знать правду истину от этого мы все будем жить только лучше и посетите мой сайт христолюб точка ру то в принципе это это совокупность такая всех моего всего моего творчества всех моих каналов и всех там моих этих трудов и на этом все пока пока желаю всякого блага